Всех приветствую. В ближайшие минуты о главных событиях. Алена Косторная рассказала, что мотивирует её продолжать соревноваться. Косторная и её партнёр Георгий Куница дали интервью Екатерине Бобровой и Андрею Журанкову. Вот что спросила Боброва. Такой вопрос. Я очень сильно переживаю за этот вопрос и хочу вам задать его. Я уже вижу, как ты действительно меняешься от начала сезона. Сейчас уже прошёл Чемпионат России. В принципе, опять же, видна работа, которую вы проделали. Достаточно большую, я считаю. Да, к сожалению, с короткой программой не всё вышло, но произвольная была уже намного лучше. Уже видна эта тенденция и вообще она видна в потенциале вашей пары. Насколько вы готовы продолжать пахать? На это Алена отвечает. Мы увидели результат, посмотрели и пойдём работать дальше. Боброва продолжает. Давайте я так жёстко спрошу, перефразирую прямо в лоб. Зачем вам это нужно? Катайтесь в шоу, вы прекрасная пара. Вас будут отрывать с руками. Вы зарабатываете деньги. Зачем вам это нужно? Вот что сказала Алена Косторная. Я отвечу за себя. Мне это нужно, потому что мне в принципе нравится быть в соревновательной ситуации. Мне это нравится. Нравится, как я стою сначала нервничаю, потом встаю в начальную позу и уже не нервничаю, потом еду уставшая вся мокрая. Именно с такими мыслями. И всё равно еду дальше. То есть заставляю себя делать то, что тяжело, больно, страшно и так далее. В обычной жизни я человек ленивый. Я не буду себя заставлять это делать. А на льду во мне включается какой-то больной на всю голову перфекционист, который пока не сделает, не сдвинется, как баран на новые ворота, говорит Косторная. Георгий Куница тоже ответил на вопрос. Я тоже скажу за себя. Для чего я катаюсь? Я не добился чего-то такого, чтобы прекращать кататься. Мне это нравится. В том числе хочу доказать себе, доказать некоторым людям, что могу. Повторюсь, я ещё не добился никаких высот. Если Алена добилась, и ей такой вопрос может быть резонен, но ей мало, а я ничего такого не добивался. Среднестатистический фигурист из миллионов, которые катались до меня и будут после меня, а я хочу быть среди единиц, сказал Куница. Фигуристы рассказали о создании короткой программы «Ангел». В короткой программе «Ангел», которую мы сейчас будем нарабатывать, часть движений практически идентична с предыдущей версией. Но всё мы делаем совместно. Это всё я ставила. Все шаги, дорожки. Мне сильно помогала в этом Бетина Попова. Она отслеживала блоки, если вдруг я за косячью подстраивала Гошу, ставила некоторые элементы Гоши. Одна голова хорошо, две лучше. Но это практически мой проект. Мы на последнем нашем этапе гран-при катали связку под музыку другой пары в современной обработке. И мы едем, вроде бы шаги из нашей программы. Но так легло на музыку. Я еду и думаю, надо поспокойнее ехать, а то ещё что-то подумают. И я говорю, Бетин, прикинь, мы сейчас ехали. И она такая, да, я тоже заметила. Я говорю, давай попробуем поменять. И я не нашла более красивых мелодий. Всю музыку Ангела брать не хотелось, и это было бы неправильно, говорит Косторная. Но программа всё равно совершенно другая, добавляет Куница. Алена и Георгий ответили на критику из-за большого количества шоу. У нас очень много проектов по шоу, которые требуют исполнения элементов. Иногда даже мы катали произвольные программы практически целиком. Насчёт следующего сезона постановками сразу займёмся произвольной, короткую оставим, Ангела. Будем работать над элементами, займёмся накатыванием программы. Будет работа над скатанностью, над тодосами, над подкрутом и так далее, говорят спортсмены. Екатерина Боброва уточнила, не помешает ли шоу в подготовке к следующему сезону. Очень многие об этом говорят, что вот шоу-шоу. Мы катаемся в таком шоу, где перед началом нам дают час, если не больше. Час это минимум. Час, два, три льда. Нам дают музыку программ. Мы катаем целиком программы на этих тренировках и так далее. Сам регламент шоу требует исполнения сложных элементов. Не получится проехать, сделать одну поддержку и всё. Сейчас мы катали пятиминутный номер. Пять минут. Это нелегко. Плюс ещё синхрон. И второй номер мы катали тоже пять минут. И мы катали практически целиком произвольную программу. Это всё отслеживается. Яна Александровна Рудковская очень строга, потому что она выполняет свои обязанности. Её команда выполняет свои обязанности на действительно огромном высочайшем уровне. И то же самое требуется от спортсменов. Если не ошибаюсь, Макар Игнатов за несколько шоу в туре прыгнул 45 четверных тулупов. 45. И по-моему, это чистые, нечистые не считаются. Каждое шоу снимается на видео. Потом ты не доделал здесь, а здесь вообще бабочка была. За этим жёстко следят. Понятное дело, никто никого не штрафует. Но бывает, не получилось. Но все отрабатывают на свой максимум. Это не лайт-режим, как многие думают, сказала Ален Косторная. Команда Этери Тутберидзе показала очередную афишу своего ледового шоу без изображения фигуристок. Накануне в соцсетях было представлено шоу, которое пройдёт в Пензе. В прошлую пятницу также было анонсировано шоу в Новосибирске. Обе публикации вышли уже после вердикта о дисквалификации Камилы Валиевой на 4 года. При этом на предыдущих афишах команды Тутберидзе присутствовала сама Валиева и другие фигуристки Анна Щербакова, Алина Загитова, Софья Акатьева и Аделия Петросян. На этот раз афиша опубликована без изображения фигуристок. Спортивный юрист Анна Анцелёвич рассказала о шансах обжаловать решение по Камиле Валиевой. У неё уточнили, что апелляция возможна только на процесс, а не на решение. Насколько с её точки зрения стоит проводить работу в этом направлении? Так как обжалуются не дело по существу, то по большому счёту не совсем важно, что написано в мотивировочной части. Процессуальные отступления чаще всего имеют место на этапе согласования слушаний, проведения слушаний и даже не отражены в решении. В решении отражено рассмотрение дела по существу, то, что было принято во внимание. Процессуальное отступление, например, отказ слушать того или иного свидетеля, может даже не быть отражён в мотивировочной части. Не могу сказать, существуют большие шансы или нет. Это будет виднее юристам, которые вели процесс, которые заявляли какие-то ходатайства, и, соответственно, которым отказывали в удовлетворении этих процессуальных ходатайств. Поэтому им виднее идти обжаловать или нет. Но, конечно, как юрист, я всегда за, решение точно не изменится. Если есть хоть малейшие основания, можно попытаться убедить других людей в своей точке зрения, рассказала спортивный юрист Анна Анцелёвич. Бронзовый призёр Чемпионата мира Елена Родионова высказалась о деле Камилы Валиевой. Мне трудно рассуждать, насколько доказательства Камилы были вескими в суде. Мне кажется, что защита Камилы не защитила её настолько, насколько это возможно. И так как она незащищённое лицо, не всё наказание должно было оказаться на её хрупких плечах. Мне Камилу очень жаль и очень жаль, что так вышло. В любом случае, Камилу надо отстаивать и защищать до конца. Не знаю, как поведёт себя сторона Валиевой, но хочется, чтобы были приложены максимальные усилия для того, чтобы попытаться её оправдать, сказала Елена Родионова. Елизавета Туктамышева ответила на вопрос о выборе между карьерой и замужеством. Меня даже забавляет, что кто-то хочет, чтобы я поскорее вышла замуж. Или спрашивают, когда дети. Это никак меня не обижает и не задевает. То есть спокойно к таким комментариям отношусь, говорит фигуристка. У Елизаветы спросили, что есть спортсменки, которые очень хотят замуж и семью, а есть те, кто больше ходят в карьеру. У Туктамышевой поинтересовались, какие ощущения у неё самой в данном периоде времени. Карьера 100% сказала Туктамышева в интервью каналу Дисциплина. Российский фигурист Илья Яблоков перешёл в танцы на льду. Как сообщает ТОК, 20-летний спортсмен приступил к тренировкам в новой группе неделю назад. Яблоков – чемпион России 2022 года среди юниоров в одиночном катании. В этом сезоне он занял 9-е место на взрослом чемпионате страны. Эта новость очень удивила болельщиков. Многие не могут поверить, что это действительно произошло. Позже стало известно, что Илья Яблоков пробует себя в танцах на льду в дуэте с Ариной Ушаковой. По информации ТАСС, сейчас они катаются в группе олимпийской чемпионки Натальи Леничук, которая с декабря работает в Академии Евгения Плющенко. Александра Трусова станет хедлайнером пятого этапа битвы школ. Изначально на этом этапе планировалось показательное выступление Алины Загитовой. В это воскресенье хедлайнером станет Александра Трусова, призёр Олимпийских игр, а также чемпионатов мира, России и Европы. А показательное выступление Алины Загитовой переносится на один из следующих этапов Кубка Московского спорта по фигурному катанию. Следите за новостями. Увидимся 11 февраля в центре фигурного катания Этери Тутберидзе. Вход свободный, сообщили в соцсетях Департамента спорта Москвы. Болельщики отмечают, что теперь стало понятно, что в начале февраля Александра Трусова делала в новом центре Этери Тутберидзе. По всей видимости, она посетила каток в рамках подготовки к предстоящему шоу. Поклонники уже ждут и не дождутся появления Трусовой на льду центра Этери Тутберидзе. Спасибо за просмотр! Подписывайтесь на канал, не забывайте о лайках и высказывайте своё мнение в комментариях. До новых встреч! До новых встреч!